Жители Зеленчукского района на постоянной основе отзываются на зов в поддержку бойцов СВО посредством организации пунктов сбора гуманитарной помощи. Они протягивают руку помощи тем, кто сейчас на передовой защищает интересы страны. Флагманом общественной и социальной поддержки выступило районное отделение Коммунистической партии России, гуманитарная деятельность которого началась еще в 2014 году с отправки первого гуманитарного груза в Новороссию. Тогда коммунистами Зеленчукского района было собрано и отправлено более шести тонн продуктов питания, пять тонн картофеля и более тонны муки. И с тех пор эта практика осуществляется на постоянной основе. Вы знаете, я так рада и благодарна людям, которые видят, что это нужно делать. И к нам идут вот очень много, вот вчера, сегодня, вы сами видите, очень много народу несут и отзываются, сами звонят. И мы вот им очень благодарны, потому что они знают, что это мы довезем, донесем, ребята получат. И мы еще и обратную связь получаем, что они получили, довольны и благодарны. Поэтому люди верят и очень много несут. На благотворительные акции КПРФ по сбору гуманитарной помощи откликаются практически все жители станицы и района. Розиат Кубанова – одна из них. Заботливыми руками бабушке связан не один десяток теплых шестяных носков, которые в холодные зимние дни и ночи согревают озябшие ноги бойцов в окопах и землянках. И вот сегодня она пришла не с пустыми руками. Когда молюсь ребятам, чтобы живо-здорово домой вернулись с победой. Каждый раз я, когда вяжу, молюсь, чтобы живо-здорово вернулись они. С 2014 года и до начала СВО было отправлено 18 партий груза гуманитарной помощи. Продукты питания, продовольственные товары, одежда, школьные принадлежности, стройматериалы, бытовая химия – в перечень входило все необходимое, в чем могли нуждаться жители ДНР и ЛНР. За это время силами Зеленчукского района КПРФ было собрано и отправлено более 25 тонн гуманитарки. Отправка специальных грузов приобщалась также к праздничным датам – ко Дню Победы, Дню Знаний, Пасхи, Новому году. В акциях принимали участие пионеры и комсомольцы района. Практически каждый рейс сопровождался письмом или открыткой, написанной руками детей. Саша и Артем вместе со своими сверстниками постоянно адресуют свои фронтовые письма-треугольники бойцам на передовой. Детские ручки их аккуратно укладывают в ящик, который совсем скоро отправится в зону СВО к солдатам. Желаю, чтобы наши защитники пришли с победой и были все здоровы. С начала специальной военной операции Зеленчукский райкон КПРФ активно подключился к сбору и отправке грузов непосредственно нашим бойцам. Доставка осуществляется адресно через 34-ю мотострелковую бригаду и иеромонаха отца Александра, как на передовые, так и в образовательные учреждения, школы-интернаты, детские дома, госпитали и мирным жителям. По традиции, к праздничному дню 23 февраля буквально на днях был отправлен 29-й по счету гуманитарный груз за два года. Такие, смотрите, шапка с сюрпризом. Новый завет и псалтырь. Солдат, у меня зовут Евангелина. Я учусь в 4-м Б-классе школы, живу в станице Зеленчукской. С 23 февраля желаю вернуться здоровым своим родным. У меня никто не воюет сейчас в СВО, но воюют ребята, знакомых, дети, мужья, девочек много тоже там, медсестрами, помощниками в разных профессиях. Им нужна наша помощь, им нужно наше тепло, им нужно знать, что мы о них помним. Это очень важно. Пусть эти свечи хоть чуть согреют их души и пусть они вернутся все здоровы, с победой. Убили этот фашист до конца. Дай Бог им здоровья. Практически после каждой отправки приходят слова благодарности от бойцов нашей армии и мирного населения, то есть налажена так называемая обратная связь. От лица БАРС-19, от всех ребят хочется поблагодарить за гуманитарную помощь, за то, что вы нам помогаете, ребятам помогаете на передовую, за свечи, за еду, за сети, за вещи, которые вы нам даете. Это нам очень необходимо в этих таких сложных условиях. И вы наш тыл, и благодаря вам наша победа будет еще быстрее. Мы, минометчики 34-й отдельной мотостряковой бригады «Горный», благодарим за предоставленную гуманитарную помощь деятелям, жителям Зеленчугского района, отделению партии КПРФ Зеленчугского района, прихожанам Никольского храма. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Ура! 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 Неразрывно с благотворительной деятельностью идет усиленная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. За двухлетний период было проведено более десятка мероприятий, приобщенных в поддержку СВО. В их числе походы в музеи, возложение венков и цветов к памятникам бойцам Красной Армии, восхождение на перевалы Кавказа. Так, восхождение на перевал Холега, организованное летом 1922 года, в котором приняли участие порядка ста человек, было посвящено памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева, который погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО. Конец лета и начало осени 1923 года также ознаменовались массовыми восхождениями еще на два перевала Победы – Пхия и Клухор. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего воина, отдать дань благодарности за героический подвиг. Эта память помогает и сегодня противостоять нацистам на территории родной нам и братской Украины. С каждым разом количество желающих присоединиться к патриотическим акциям становится все больше и больше. Гульнара Коломойцева и Светлана Деченко – сотрудники Зеленчукского краеведческого музея, общественные активисты, которые каждый раз принимают участие во всех патриотических мероприятиях райкома КПРФ, также участвовали в волонтерской миссии в ДНР. Они были в Мариуполе, где выполняли гуманитарные задачи. Первое – это помогать людям, тем более тем, которые попали в сложную ситуацию. По поводу, сказать, Мариуполя, там, конечно, помощь нужна, требуется, и это не будет остановлено, это будет продолжаться на протяжении многого времени, наверное. Поэтому есть в мыслях у нас, в планах поехать еще раз, потому что помощь эта нужна, и она как бы, ну вот, как сказать, даже, не знаю, очень благодарны люди, те, которые приходят, видят, что приезжают из России волонтеры, ну и даже и не волонтеры. Это те, которые просто люди неравнодушные, жители России, приезжают, помогают. Это, конечно, неоценимый вклад, и это должно быть. Не смогла остаться в стороне. Хотелось как-то помочь нашему фронту и тылу помочь. Мы вообще со Светой сначала специальной военной операции всегда участвовали в сборе гуманитарной помощи в ее отправлении. Но когда появилась возможность, появилось время на это, как-то вот все сложилось, и мы поехали, хотела своими глазами увидеть, поговорить с людьми, встретиться с ними, узнать, познакомиться вообще с населением. И действительно, очень-очень нужно, чтобы наши люди ехали и помогали. Просто добрым словом, добрым взглядом, неравнодушием своим каким-то, просто хорошим отношением. Чтобы люди чувствовали, что они не одни, что они столкнулись с горем, страшным временем на самом деле. То, что они пережили, это не описать словами, это бомбежки, это голод, это холод. Идейным вдохновителем всех акций и мероприятий является первый секретарь Зеленчукского райкома КПРФ, депутат Народного собрания Роза Чучаева. Она и ее единомышленники считают, что только лишь воспитывая молодежи в духе патриотизма и искренней любви к своей родине, истории и культуре, можно сохранить величие России. А именно сейчас единство тыла и фронта – гарант победы.